Можно ли в северном Казахстане найти тихое и красивое место, где сошлись и море, и горы, и леса? Сколько еще оазисов скрывают степные просторы? В чем прелести дикого туризма и где в Казахстане можно им насладиться? Какие легенды связывают озера нашей страны и золотой запас царской России? Об этом и не только мы расскажем вам в новом выпуске проекта Welcome to Kazakhstan прямиком с берегов озер Имантау и Шалкар. Все наслышаны о главном курорте Казахстана Бурабай, Но немногие знают, что совсем неподалеку, в Айртаусском районе Северо-Казахстанской области, есть еще одна туристическая жемчужина Имантау-Шалкарская курортная зона. Это проект Welcome to Kazakhstan. Меня зовут Закиржан Мамлютов. Давайте расширять кругозор. Поехали! Начнем мы наше путешествие с озера Шалкар. Соленое, но при этом кристально чистое. Оно раскинулось на 12 километров в длину, а его глубина достигает 15 метров. С одной стороны озеро окаемлено густым лесом, с другой стороны берега освещаются солнцем. Вода здесь и вправду очень чистая. Дно видно на глубине до двух метров. Есть пляжи песчаные, есть скалистые. В общем, любое найдет себе здесь место по душе. Площадь озера Шалкар чуть больше 3000 гектаров. А вода точно такая же, как в некоторых морях, и обладает такими же полезными свойствами. Казахстан Казахстан самая удаленная от океанов страна. Но когда разрезаешь водную гладь озера Шалкар, сидя на борту катера, понимаешь, что не так уж это и критично. Всегда найдется чудо природы, которое с лихвой заменит все моря и океаны. Наряду с другими близлежащими курортными зонами озеро Шалкар является частью древнего реликтового пояса. Сосновые леса тут растут еще с ледникового периода. В переводе с казахского Шалкар это большое просторное озеро. Название очень распространенное, поэтому не перепутайте североказахстанский Шалкар с одноименными озерами из других областей страны. Все-таки этот Шалкар, что в Айртавском районе, особенно хорош. Жизнь кочевника неразрывно связана с коневодством. И не важно, где все это происходило. Среди раздольных степей или вдоль живописных берегов. Ведь нет ничего прекрасней, чем вот так вот на лихом скакуне проехаться вдоль озера. Быть может быть сотни лет назад батыры древности также скакали, глядя на зеркальную гладь озера Шалкар. Кстати, еще одно сходство с морем состоит в том, что вода озера Шалкар соленая. Вот такой подарок для всех, кто хочет похвастаться, что он плавал по волнам. И в его лицо летели соленые брызги. Ко всему прочему, посетив Айртауский район, вы точно не пожалеете, что попали сюда. И откроете для себя много интересного. Совсем недалеко от Шалкара найдутся и другие рекреационные зоны. И даже сакральные объекты. Также гости района могут посетить реконструированную усадьбу 19 века. В которой вырос великий казахский этнограф Шокан Уальханов. В общем, скучать туристам не придется. Еще один плюс Шалкара в том, что добраться до него не так-то сложно. Если начать свое путешествие вы планируете из столицы Казахстана, то направляйтесь в сторону Кокшетау. А уже от Кокшетау по дороге на запад за час можно доехать до Шалкара. Отдохнув здесь и в волю позагорав, обязательно посетить озеро Имонтау. Доехать до него можно за полчаса. Всего несколько десятков километров. Имонтауская рекреационная зона представляет собой природный массив, протянувшийся с севера на юг на 70 километров. Основу его составляет горно-лесной ландшафт с водоемами и озером Имонтау, которая по праву считается одним из самых красивейших в регионе. Вода в озере Пресное. В него с южного и восточного берегов впадают две небольшие речки. Посреди озера Имонтау находится живописный остров в виде сердца. Называется он Казачий, хотя в народе именуют его Змеиным. Говорят, здесь этой живности предостаточно. Остров покрыт растительностью и цель каждого туриста, приезжающего на Имонтау, добраться именно сюда. Остров называется Казачий, потому что по воспоминаниям старожилов до 905-10 годов туда вели две косы, одна с побережья Имонтау, с той стороны, и одна с Арыбалыцкой стороны. И там казаки собирались, как говорится, там у них, ну как, сход прятались там, где-то, если что-то случалось на этом острове. И вот с тех пор он Казачий остров называется. Многие водоемы Северного Казахстана народная молва связывает с легендой о золоте адмирала Колчака. Дескать, убегая от Красной Армии, минуя Северный Казахстан и Петропавловск, адмирал утопил вагон с царским золотом в одном из озер края. Очень часто местом захоронения сокровищ называют озеро Имонтау. Эта легенда до сих пор привлекает на его берега многих кладоискателей. Правда, насколько это не знаю, там под водой какие-то, как грот есть, небольшие рельсы уходят туда, под гору. Для чего они, что они там, это... Раньше озеро имело другую конфигурацию, может, там суша была, что-то там спрятано. Возможно, почему бы нет, везде его ищут, это золото. В сердце Имонтау реликтовый хвойный лес, сохранившийся здесь еще с древнейших времен. Подобных островков зелени не так уж и много среди великой степи. Оттого эти райские уголки так ценятся туристами, да и просто местными жителями. Кто бы мог подумать, что в северном Казахстане можно прокатиться на яхте или паруснике. Разрушаем стереотипы. Можно, да еще с ветерком. Многие туристы идут сюда только за этим. Свой яхт-клуб появился здесь не так давно. Его основатель – столичный энтузиаст Жанат Умаров. Он не только дает возможность приезжающим почувствовать себя настоящими моряками, но и учит местных ребятишек сложному мастерству яхтсмена. Пытаемся развить в североказахстанской области парусный спорт. На сегодняшний день у нас уже есть призеры различных чемпионатов. Мы тренируемся. Никаких проблем. Конечно, у нас сезон чуть поменьше будет, но ездят и в южные широты. Как бы мы и там тренируемся в зимний период. Еще одна уникальная особенность Имантау – каменистые сопки, с которых открывается прекрасный вид на окружающую природу. Найти смотровую площадку не проблема. И как раз-таки один из самых популярных туристических маршрутов Имантау ведет любителей природы по сопкам. Пройдя путь протяженностью 7 километров, турист посещает такие удивительные места, как сопка угловая, сопка-котелок, а также пещера Ракельского. После осмотра живописных ущелий дорога выводит туристов обратно к селу Имантау. Глядя на озера Шалкары и Имантау, понимаешь, что природа одарила Казахстан не только степями, но и удивительной красоты лесами и водоемами. А всем, кто еще не побывал на этих берегах, желаем здесь оказаться. Ведь оно того стоит. Имантау, шалкарская курортная зона, ждет вас. Welcome to Kazakhstan. Субтитры создавал DimaTorzok